Всем привет, с вами Стердайси и мы продолжаем проходить игру Boyfriend to Death to Fresh Blood или же Парень до гроба 2 Свежая Кровь. Игра не для слабонервных. И сегодня мы, возможно, закончим проходить Лоуренса, но не будем наперёд говорить. Давайте приступим. Итак, тут сразу же, мне уже это много раз писали, и я, в принципе, сама говорила то, что знаю об этом. Поэтому, если мы назовёмся названием цветка любого, но я не помню, какие конкретно, поэтому именно розой назовусь, то мы можем выйти на новую концовочку, где мы больше понравимся Лоуренсу. Ну, вы же помните, он помешан на цветах и всякое такое. Итак, прикиньте, я неправильно себя назвала, вначале я назвала себя розой, но, видимо, английская версия в русификаторе не работает. Я думала, наоборот, тут только на английской можно певать, но теперь всё-таки на русской его пьём, и теперь должно получиться. Что ж, просто отдыхаем. При порядке. Вот, да, вот теперь всё поменялось. Всё, надо было просто на русском сразу называть. Я просто думала, ну, как бы, русификатор есть, но вдруг всё равно надо на английском певать. Всё. Всё. Я Роза. Взаимно. Какое красивое имя. Вы молча переглянулись. Так, дальше всё как обычно. Пьём вокал Лоуренса. Better luck next time. Верина, наверное, хотела уже домой. Поворачиваемся, бежим направо. Что будет легко? Да и вам объясниться. Я не буду проблемой. В общем, идём у себя супернешим. Так, смотрю, ты любишь растения, вот это вся ему душа. Я тоже выдыхаю, я тебя понимаю по той же причине. Всё в порядке, но мы отказываемся резко от вот этого вот напиточка. И для этой концовки надо именно освободиться, поэтому три раза освобождаемся, отдыхаем. Придёмся в ванну, чтобы лечить рассудок, чтобы мы могли выбраться. Вот, освежиться, выпить чудодейственный напиток. И всё, выходим. И всё, теперь освобождаемся окончательно. И собираемся к нему в кровать. Можно я прикоснусь к тебе? Так, но я не буду перечитывать то, что уже было. Вот, и теперь, когда мы на утро проснулись, у нас не будет в очередной раз та самая концовочка, а будет новая, потому что видите, теперь у него наконец-то красное сердечко по отношению к нам. Я не знаю, что делать. Есть в тебе что-то, что-то, что я не могу... Его трясёт всех, кого я встречал. Не звали Розой, да? Я просто хотел, чтобы они быстрее умерли. Но ты... Ты когда-нибудь слышала о родственных душах? Ты мой soulmate? Я была неуверена, ждал ли он от меня ответа. Он продолжил, прежде чем я успела подумать над этим. Смысл в том, что где-то в этом мире есть человек по имени Роза, предназначенный тебе судьбой. Это успокаивает, не правда ли? То есть в других концовках он только и мечтал, что грохнуть нас. Ну, в принципе, заметно. Что есть кто-то, кто полюбит тебя, несмотря ни на что. Несмотря на то, что он маньяк. Ладно, не буду портить. Я считаю, что это чудесная сказка. Но сказок в реальной жизни не бывает. Ты же в курсе, что это так не работает, правда? Ты только что пытался мне убедить, что это работает? Нет, люди временные. Они лишь нити, пересекающиеся друг с другом. Опять он свою шизу про нити включил. Нет в этом мире какой-то неведомой силы, что удержит тебя рядом со мной? Ну, если наши нити, я не знаю, в узел сплетутся, я думаю, это вполне себе может удержать. Нет, встретившись с тобой, уверен, не уверен, что ты мне нужна. Я просто обязан удержать тебя сам. Понимаешь? Я заерзала на стуле. Странно, он вроде типа не собирается нас убивать, но что-то меня его взгляд напрягает. Что-то было не так. Он сделал что-то со стола. Выпей это в последний раз. Ладно. Лоуренс. Он прижал чашку к моим губам и ввел жидкость мне в горло, прежде чем я смогла выразить еще какие-либо протесты. От мерзкого вкуса у меня заследились глаза. Я стала отплевываться и откашливаться. Прошу. Ши, все хорошо. Я буду заботиться о тебе. Че из нас овощи какого-то сделать? Не так, не так. Что нет? Я не чувствую. Нет, чувствую. Она возвращается. Тупая боль надвигалась на меня, словно поезд. Она сбила меня. И жгучая агония вспыхнула во всем теле. Че ты сделал, мэн? Я распахнула глаза, но не смогла закричать. Ох, не надо. Не двигайся. Он остановился, чтобы убрать с моего лица слипшиеся от пота волосы. Я еще не закончил. Мои ноги. Мои руки. Руки. Ши, все, успокойся, хорошо? Он влял мне в рот еще горькой жидкости. То есть... Ага, очень интересно. И как он все это делает, чтобы мы все еще живы? Помните, он там отпиливал ноги, мы там сдохли сразу. Ну, теперь, понятное дело, он аккуратнее больше нет цели убить. Но все равно я что-то не понимаю. Это все его чудодейственные напитки работают? Прекрати! Я с трудом осознала, что мои глаза вновь распахнулись. Наконец-то ты очнулась! Он нежно гладил меня. Мои руки и ноги. Мозг отказывался думать. Разум был затуманен наркотиками и отдаленной болью. Все в порядке. Все хорошо. Он продолжал гладить меня. Я решил нашу проблему. Кровь. Теперь ничто не отнимет тебя у меня. Мои руки и ноги. И я буду заботиться о тебе. Их нет! Вечно! Ты выжил! Лоуренс удержал тебя! Ну как? Ему ж... Ему надо было еще добавок язык отрезать. Потому что мы можем закричать и помешать его планам. Не, ну такая концовка на выживание отстой. Это почти сравнимо с куклой Сану. Как по мне. Типа. Ну. Ладно. Не знаю даже, что сказать на этот счет. Давайте следующую концовку. Так, теперь я могу уже нормально себя назвать. Что ж, теперь концовка, где мы наконец-то увидим ту самую реку. А мы же не увидим, я не знаю, на самом деле. Но попробуем. Так, надо с ним максимально, максимально хорошее отношение. Поэтому мы просто отдыхаем. Ты в порядке, ты в порядке, Лоуренс. Пьем из него бокала. Я не знаю, почему факт того, что пьем из него бокала, улучшает с ним отношение каким-то образом. Так, дальше что? Потому что в следующий раз повезет. Ну, Ренх, и что там, котел, просто домой. Поворачиваемся. Идем направо. Не мешаем ему, кстати, треники к себе. Я не буду проблемой. Ну, там вот это, что подвизывается, что мы тоже ухаживаем с растениями по той же причине. Дальше. Все в порядке. И теперь мы все-таки наконец-то принимаем его чай. Говорим, потому что мы понимаем его. Хорошо. Так, дайте ему порез сделать. Дайте ему еще один порез сделать. И все. Вот, вот это. Мы в прошлый раз, когда он говорил, я видел реку, она великолепна. Умирали. Но мы и в этот раз, походу, умираем. Потому что, ну, как бы, да. Ну, теперь... Ой. А, все, фух. Я уже испугалась, что я зря промотала назад. Где я? Ну, видимо, река... Все-таки надо умереть, чтобы увидеть реку. Так и знала. Я обернулась, но вокруг все было одинаковым. Ау. Тишина. Гробовая тишина. Я поняла, что больше не чувствую боли. Только легкое течение мелкой воды на уровне икор. Я вспомнила, что он говорил что-то о реке. Я посмотрела вниз на серую воду. Ну, было не видно ни берега, ни края. Странно. Казалось, она протягивается в бесконечность. Но это тогда уже не река получается. Ну, короче, для того, чтобы все было окей, надо блуждать. Но поскольку я хочу посмотреть и другой вариант, что будет, то мы просто ляжем. Я посмотрела на воду и легла в нее. Я без проблем поплыла. Мое тело несло течением направление, которое я могла ощущать, но не понять. Еще раз. Почему я здесь? Я не помню, где была до того, как попалась сюда. Это типа мы перерождаемся. Это не имеет значения. Здесь приятно находиться. Она великолепна. Пейзаж все еще не менялся. Никакой тени на горизонте. Лишь течение реки. Прошу, не стоит усложнять. Кто это нам говорит? Тут какая-нибудь смерть. У меня и так работы навалом. Это ангел? Это ангел или это ангел смерти какой-то? А что мы можем произойти? А что мы будем его игнорить? Ну, бродим, конечно. Здесь ничего нет. Так что просто ложись. Души тоже гниют. Так и появляются чудовища. Разве ты этого хочешь? Ого. Чудовище появляется, потому что слишком долго тусовать в загробанном мире. Прикол. Ну, станем чудищем. Чего давай. Ух. Почему мне попадаются такие упрямые? Я почувствовала веревку у себя на шее. Она мгновенно невероятно сильно нажалась, проходя сквозь меня. Я пошатнулась и плюхнулась на взничь воду. Я без проблем поплыла. Моё тело не сло... Ещё раз, почему я здесь? А, ну нас заставили. Нас заставили. И мы вышли на ту же концовку. Но это не значит, что, типа, ничего не поменялось. Теперь у нас открылся доступ к другой концовке. Итак, надо запереться и ждать, пока у него опустится рассудок, но при этом сдаться, когда у него опустится, и он не успеет ещё выбить нам дверь. Не знаю, как я до этого сама должна была догадаться. Ну ладно. Сейчас попробуем. Вот, промолчать это у нас, как обычно, концок, где он нас вот это убивает. А теперь... Вот, короче, я, если что, за кадром неправильно села. Я в ванной освежилась. Этого не надо ни в коем случае делать, потому что нам надо, чтобы у нас обоих рассудок упал при этом. А я из-за того, что освежилась, у меня рассудок был норм, и я не вышла на эту концовку. Вот, предупреждаю. Вот, я увидела реку. Видела, точнее. Лоуренс. Что? Я посмотрела вниз на свои колени. Видела ли? Почему-то, когда он сказал река, её образ сразу сплыл у меня в голове. Я была там. Я говорила почти шёпотом. О чём я? Я чувствую такое, что я говорю чистую правду. Там не было цветов. Не было края. Или берега. Я не понимала, что говорю. И всё же, я могла спокойно представить её. Будто выбирая образы из памяти. Это был какой-то сон. Я должна была убедить его. Что знаю. Мой голос повысился от отчаяния. Это было ни на что не похоже. Будто, будто... Будто ты проснулась. Ой, посмотрите, у него теперь красное сердце. Я посмотрела на него. Наконец-то увидел совершенно другие эмоции на его лице. Да. Будто я проснулась. Как будто есть мир. И люди в нём были лишь страшным сном. О май гад. Смотрите, у него вообще сердце. Тер вообще... Я не думал, что кто-то ещё. Я посмотрела на него с сочувствием. Теперь ты не один. Больше не один. Раньше я жалел, что вернулся. И я даже и не собирался. Я хотел просто остаться там. Но по какой-то случайности, наверное, мне снова начали... Начал сниться этот сон. Может быть, на этот раз всё будет не так плохо. Казалось, с моих плеч свалился тяжкий груз. Может быть, мы сможем немного повеселиться в этом мире? Мне бы очень этого хотелось. Он взял нож и опустился на колени, чтобы освободить меня. Пошатываясь, я поднялась. Я, спотыкаясь, бросилась в его объятия. Мы долго прижимались друг к другу. Наши сердца бились. Но мы оба знали правду. Теперь мы есть друг у друга. И весь мир вокруг нас умирает. Вы оба знаете правду. Мы просто знаем, что есть загроб... Ну ладно. Я... Ладно. Я тут сразу свои скептицизмы с претензиями включила. Я просто не очень понимаю, чем ему до этого мешало быть нормальным. Типа, он убил людей, потому что... Он понимал, что все умрут, что всё это бессмысленно или чё. А если, ну, он всё равно просто псих, то почему тогда мы выживаем в этой концовке. Я не знаю, даже считать эту концовку с выживанием лучшей. Я не уверена. Я не уверена. Мне пока кажется, что самая реалистичная и лучшая концовка с выживанием, где мы убиваем Лоуренца. К сожалению. Но... Ладно. Вот так вот. Красота. Красота. Что ж, ребятки. Вот мы и получили все концовки с Лоуренсом. Это последний, насколько я понимаю, это с Реном. И там... В следующих сериях мы уже будем тусоваться с Реном. А на этом сегодня всё. Скорее всего, проект получился маленьким, но не хочу смешивать несколько веток в одну. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами была Стардасти. И пока-пока!